Потому как у одной есть в активе победа над Люшевень. Другая показала более чем достойную борьбу в полуфинале против Ишикавы Касуми. Хотя Жуилинь, наверное, потратила даже больше сил, чем ее соперница. Все-таки сыграть 4 партии и 6 партий, в общем, это большая разница. Что еще хочется заметить? Конечно, мы обращаем внимание на такие вещи, что китайские спортсменки тут выступают в юбчонках. Раньше никто ничего подобного не видел. Всегда у них были строгие шорты. Натянутые почти по шею. Ну вот, сейчас выглядят девчонки более нарядно. Такая снова идет пристрелка друг к другу. Понятно, что девушки между собой наверняка тренировались очень много. Знают уже друг друга досконально. И все-таки каждый матч как заново для них. Потому как разбираются между собой азиатские спортсмены, там предсказать невозможно. Даже вот этот проигрыш в полуфинале Люшевень, он был достаточно неожиданным для всех. Очень хотелось бы знать комментарии Люшевень по этому поводу. Все-таки первая ракетка, возглавляющая мировой рейтинг. Лидеров китайской сборной помимо Люшевень здесь не было. Здесь не было Денин, не было Лисяося, не было Вуян. Вся сборная сейчас, наверное, бросила силы на подготовку к предстоящему чемпионату мира в Японии. Возможно, какие-то про-туры они выкидывают из своего графика. И вот посылают крепкий второй состав на эти турниры. Посылают таких девушек на турниры, как Муцы, которую мы видели в паре с Люшевень. В общем, смотрелась она тоже более чем достойно. Очень хорошая, дерзкая такая, резкая подача, провоцирующая на атаку, но с вращением там Жуили не справилась. Сейчас пока трудно по первым розыгрышам сказать, какую тактику избрали для себя соперницы. Больше сейчас перекрывают они левый угол, играют по центру, из левого квадрата в левый. Понятно, что будут искать усиление игры топ спинами справа, там Чен Мэн пыталась забегать. Жуили быстро эти попытки пресекла. Он сейчас здорово по прямой, прямо-таки по белой линии, скоростной прострел. Очень обидно, что идет финал, и таких моментов интересных достаточно много. И абсолютно гробовая тишина в зале, там какие-то редкие хлопки. Слышно, что абсолютно отсутствует публика. Возможно, там спортсмены только из сборных сидят и наблюдают за происходящим. Ну, в общем-то, по первым розыгрышам видно, что этот мяч, этот мяч достоин того, чтобы за ним наблюдали зрители. Чтобы он пошел на пользу молодым спортсменам. Местным из того же Кувейта, они очень часто, эти страны Кувейт, Катар, они приглашают европейских специалистов, азиатских специалистов, спаррингов. Для того, чтобы тренироваться, усовершенствовать свою игру, свои технические навыки. Но вот отсутствие зрителей на этом турнире говорит о том, что настольный теннис не является для них спортом номер один. Жуи Линь, конечно, заметнее активно сейчас действует, нежели ее соперница. Пока Чен Мэн не может нащупать свою игру, нащупать ту тактику, при которой она могла бы выбить из позиции, отогнать от стола немного свою соперницу. Сейчас очень здорово. Обменялись любезностями соперницы. 8-9. Концовка партии. В общем, пока по игре не ясно. Кому в этой партии можно отдать предпочтение. В общем-то, держатся обе одинаково. За тем исключением, что Жуи Линь все-таки побольше успевает перекручивать справа. В то время как у Чен Мэн это всего лишь попытки пока. Ох, здорово перекручивалось слева по прямой. И такое везение в конце край стола. И подвисает партия сейчас у Жуи Линь уже. 10-9. Разрыв минимальный. Что будет делать? Рискнет или сыграет надежно? Вот снова домашняя заготовка. Как говорится, подача с боковым вращением в правый угол. И сразу же атака по прямой. В неудобную сторону. Очень грамотно проводят концовки азиатские спортсмены. Я это не раз уже подмечала. Как девушки, так и ребята. Всегда у них есть что-то в запасе такое. В чем они стопроцентно уверены. Опять мы видим, что спортсменки обходятся без наставлений тренера. Оно и понятно из одной спорной девушки. В общем, по всем понятным причинам это запрещено. Но, тем не менее, на камеру свою игру снимают. Наверняка будут разбирать свой финальный матч с личными тренерами. Возможно, с тренером сборной. Видеокамера уже стала обязательным атрибутом всех спортсменов, которые выступают на мировом уровне. И Жуи Линь продолжает гнуть свою линию. Продолжает устроатакующими топспинами напирать на свою соперницу. Сейчас для Чэнь Мэнь один из вариантов победы, по крайней мере в этой партии, это не доводить. Все до разборки в концовке. Потому как, если она немного сейчас оторвется, сделать себе преимущество в счете, то Жуи Линь может уступить в данной ситуации. Потому как мы видели, что крайне сложно при ровном счете в концовке у этой девушки выиграть мяч. Тут типичная перестрелка слева-налево китайских спортсменок. Всегда они буквально через розыгрыш выясняют отношения, кто сильнее в левом квадрате. Снова слева ошибается Чэнь Мэнь. Пока не торопятся они друг друга из этого квадрата выгонять. И особо я вот не заметила подач каких-то таких скоростных. Да, на вылетающие подачи есть, под атаку есть. Но вот даже если сравнивать с той же Шикавой, которая в полуфинале играла, вот японки отличаются вот такими подачами. По белой линии или в девятку. В косые диагонали у китаянок мы сейчас вот подобных подач, острых, пока не видно. Снова ошибается Чэнь Мэнь. Первая атака. Наладить первую атаку и возможно игра совершенно иной ход примет. Снова ошибка. Ничего особенного не делает Чжу Ю Линь. Дает играть она Чэнь Мэнь. Не то чтобы там первым ходом как-то крайне неудобно в какую-то сторону. Там заворачивает. Нет, такого нет. Совершенно пассивная подрезка. Сейчас не суперсложная подача. Уже три мяча подряд отдает Чэнь Мэнь. Я думаю, что Жу Ю Линь остается только действовать в том же направлении. Но тут совершенно без борьбы. Уже как будто хочет расстрелять концовку партии и взяться за новую. Но нужно хотя бы попытки делать, почувствовать свою игру, а не распуливать уже сколько, пять мячей подряд слева. В общем-то такая игра для шестой и седьмой ракетки мира, она неприемлема. Все-таки какие-то корректировки нужно вносить. Ладно, две ошибки подряд, три ошибки подряд, но уже пять одинаковых. Из одной и той же точки, одним и тем же элементом. Это, в общем-то, говорит о полном отсутствии настроения на борьбу. Снова ошибка слева. Тут можно и на ракетку смотреть, можно и глаза закатывать. Ничего не изменится. Нужно изменить свое отношение к этому матчу. Сдалась еще в середине партии, сдалась Чэнь Мэнь. Понятно, что эту ситуацию нужно менять. И такой ход игры совершенно неприемлем для китаянки такого уровня. В общем, пять одинаковых ошибок слева. В абсолютно простой ситуации. Снова слева ошибается. Ну уж тогда предпринимай какие-то действия. Забегай, напряги свои ноги, развернись, сыграй справа. Невозможно так отдавать весь матч. Одним и тем же элементом, одной и той же ошибкой. Я понимаю, когда мы смотрели полуфинальный матч с участием Ян Ана, когда он там забегал и слева выигрывал, расстреливал своего соперника там. Все мячи. То же самое демонстрировал и Фан Жендон, Жу Ю, даже Фан Жендон в большей степени, нежели Ян Ан. Вот, это понятно, это сильнейшая сторона. Ее можно все время использовать. Можно все время ее применять во всех удобных случаях. Но когда у тебя один элемент не заладился и упорно его долбить из партии в партию и ошибаться на нем, это уже, конечно, неприемлемо. Нужно менять что-то. Ну, тут совсем непонятная ситуация. Подала подачу и к приему совершенно была не готова. Замахнулась. Снова ошибка слева. Такое ощущение, что накрывает несчастную Чэнь Мэнь. Акклиматизация, погода, не знаю что. Как будто потеряла ориентир вообще в пространстве. Жу и лень пока ничего не остается, как просто спокойно доводить начатое до конца. Если Чэнь Мэнь не соберет всю свою волю в кулак, то она так и будет стоять и расстреливать все мячи справа. Вот как сейчас с захода просто наотмашь. Слева ошибка, справа наотмашь. Никаких попыток сделать что-то более по уму. Перестрелка из центра стола в центр. Да, красиво, да, много раз мяч там походил по столу, но все-таки не результативно абсолютно. Сейчас Жу или не ошибается в достаточно таком простом моменте. Все сделал для того, чтобы завершить атаку и ошиблась. Сейчас, казалось бы, после своей подачи с короткого мяча настолько осторожно сыграла, вот лишь бы в стол попасть. Жу или, возможно, не ожидала даже такого... ...стечения обстоятельств, когда ее просто там подгоняют к столу, перекинули мяч через сетку. И вторым топ-спином Чейн Мэйни очень здорово. Ну и выходит в атаку. И уже, посмотрите, отрыв три мяча. Казалось бы, ничего не предвещало. Возможно, что-то исправило не... ...в ходе игры, а в своем характере, в своем настрое на этот матч. Так как предыдущая партия была совершенно провальная. Сейчас небольшой, но шансик есть. Правда, не справляется с подачей сейчас. Но 7-5. И нужно отыгрывать хотя бы одну из своих подач. Подводить себя немного поуверенней к концовке партии. Хотя бы с двухочковым разрывом. Ну и 8-5. Жуя Лень может потеряла бдительность в какой-то момент. В какой-то момент она подумала, что соперница и сама проиграет. Сейчас начинает все больше пассивно отдавать. Мы видим больше подрезок. Провоцирует свою соперницу на атаку Жуя Лень. Чейн Мэнь там снова слева ошибается. Зря она это делает. Нужно как-то менять свою игру. Менять. Тут сетка сыграла. Сначала показалось, что в пользу Жуя Лень. Но ошиблась в совершенно неожиданном моменте. Вроде и мяч был перед ней удобный. Снова слева ошибка. Смотрит на ракетку, не понимает, почему. Собственно, такое огромное количество ошибок слева. Что могло случиться с инвентарем со времени полуфиналов, до финала? Или настолько для нее соперница неудобная? Думаю, что они там уже друг друга знают лучше, чем свои собственные семьи. Все время проводят свободно, они вместе. Сколько мы видели фотографий, огромное количество. Там и в армии вместе служат, и на сборах. И тренируются вместе. Ну вот, наверное, первый такой самый динамичный розыгрыш за три уже сыгранных партии практически. И Чейн Мэн сейчас будет отыгрывать сетбол. 10-7. Три сетбола у нее. Первый неудачно. 8-10. У Жуи Лень еще две свои подачи. В общем, будет крайне сложно. Если Жуи Лень решила поиграть с соперником в стиле Ян-Ана, то, возможно, сейчас нас ждет неожиданная концовка. Если она вдруг вплотную вгрызется. Вот, уже одна подача. Уже два сетбола отыгрывает Жуи Лень. Возможно, она подумала, поигрались и хватит. Ну и тайм-аут. Очевидно, что тайм-аут берет Чейн Мэн. Нужно ей справляться сейчас с подачей прежде всего. И там дальше не последовала бы ошибка слева. И, возможно, в этой партии ей повезет все-таки. Если бы Чейн Мэн во второй партии не распуляла, не испортила себя настроение, не нашибалась бы, возможно, сейчас и в этой партии было бы немного полегче. Не только от техники и физических данных зависит исход матча. Даже в большинстве случаев от психологии. Как настроиться сейчас на концовку? Не дрогнет ли Чейн Мэн? Вторая подача у Жуи Лень. И да, этого следовало ожидать. Видно было, что сейчас поувереннее себя чувствует Жуи Лень в конце партии. Не стоило ей тогда уже и отпускать свою соперницу. Потому как явно по характеру, не говорю сейчас ни про технику, ни про физические данные по характеру, Чейн Мэн уже явно уступает своей сопернице. И тоже такие обмены не сильными атаками. Там накрутила Чейн Мэнь. Уж вложилась в мяч, все силы вложила не в плане мощности, а в плане сильного вращения. Ох, тоже очень классный розыгрыш. Вырывает победу в этой партии Чейн Мэнь. И после рекламы будем смотреть, как дальше будет вестись борьба в этой партии. Возвращаемся. 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 Возвращаемся в Кувейт. У нас продолжается борьба в финальном матче между двумя китаянками. Тут уже немного навязала борьбу Чейн Мэнь в этом матче. До этого казалось, что уже все. Матч проигран, но сумела таки реабилитироваться в третьей партии. Жуя Линь, конечно, была не согласна с этими обстоятельствами. С обстоятельствами немного она упустила свою соперницу в начале партии и в середине. Потом взялась за концовку. И там особенно заключительный розыгрыш в предыдущей партии разыграли. В общем-то, классно. После такой достаточно невнятной игры последние мячи были разыграны. Очень здорово. И концовка предыдущей партии осталась за Чейн Мэнь. Возможно, наладила она свой топ-спин слева. Как-то плохо она чувствует мяч из этого угла. Ну и здорово. Неужели разозлилась не на соперницу, конечно, может, в большей степени на себя, что первые две партии были так легко отданы своей сопернице. Сейчас нужно уже, конечно, включаться игру уже в роли догоняющей, если она хочет спасать положение. Ох, сейчас как здорово в стиле балетной партии. Жуелень контратаковала, мяч устала. Я думаю, нам этот момент еще покажут в повторе. Очень здорово чувствует мяч. тут уже не успевает справа Чейн Мэнь. Слева налево начинает потихоньку она выдерживать вот этот темп. У нее немного исчезают ошибки слева. Но вот этот острый перевод справа она не смогла контратаковать. Но сейчас здорово заходит Жуелень. Возможно, будет разбавлять свою скоростную игру слева вот такими топ-спинами справа с захода. Ой! Ну как же так? Как же так? Такой мяч под атаку стопроцентную все сделала для того, чтобы завершить атаку. перемудрила. Хотелось красиво. А стола там нет. Поторопилась Жуелень. Сейчас полезла на вылетающую подачу. Еще преимущественно с боковым вращением там подача вылетала. Поторопилась она ее коротко оставить. И что? Тайм-аут. Жуелень берет тайм-аут. В общем-то не такая уж критичная ситуация для нее. 6-5 всего лишь. 2-1 середина матча. Ну, возможно, в данный момент так соперник... теннисистка чувствует так ей. Будет лучше. Возможно, там дыхание сбилось. Как-то она решила себя немного остановить, передохнуть. я думаю, что попади тот мяч, Чен Мэн, на стол, когда она выходила на завершение атаки. Сейчас совершенно другая была бы ситуация. Снова в роли догоняющая она. Много провалов по ходу матча было в ее игре. Сейчас приходится как-то реабилитироваться. 6-0. Реабилитироваться против такой соперницы, как Жуилинь, крайне сложно. Ух, как здорово. И во многих ситуациях там спасалась Чен Мэн. в средней зоне от стола. Но в данной ситуации Жуилинь была немного посильнее своей соперницы. вот уже к концу партии все становится намного интереснее, намного ровнее борьба вырисовывается. И смотрю я статистику матчей сыгранных между Чен Мэн и Жуилинь. Они встречались между собой 6 раз. И не поверите, статистика матчей показывает, что в личных победах друг над другом счет у них равный 3-3. Впервые они встретились на опене Австрии в 2010 году. Тогда победу одержала Жуилинь. Дальше встретились на юниорском чемпионате мира в 2011 там с таким же счетом обыграла свою соперницу Чен Мэнь. Дальше был такой же Кувейт Опен в 2012 году. Снова 4-2 Джу Юлинь. На юниорских соревнованиях потом выиграла Чен Мэнь. Потом снова в Кувейте они встретились. В 1-16 там победила Жу Юлинь. И потом победа была снова на том же Кувейт Опен. До 2021 года они встречались между собой. Снова выиграл Чен Мэнь. Вот так вот они друг с другом поочередно встречались. и счет у них по очным ставкам 3-3. Ну а в данном матче сейчас пока уже Жу Юлинь в роли догоняющей свою подачу очень хорошо грамотно в концовке выполнила снова как домашняя заготовка стопроцентный ход который всегда может принести если не победу то очень важный мяч в данной ситуации в концовке счет ровный 9-9 Чен Мэнь подает снова ошибка слева ну как же так вроде всю партию казалось бы стабильно начала играть слева вроде наладила свою игру и снова ошибка еще и на своей подаче 9-10 сетбол уже лень на второй подаче реабилитировалась здорово атаковала какой-то одинокий болельщик там очень поддерживает Чен Мэнь такими одинокими но громкими хлопками лучше пусть будет один нежели совсем ни одного абсолютная тишина в зале практически какое сильное вращение было сейчас уже лень после своей подачи очень хорошо атакует снова грамотно проводит концовку вот в данных ситуациях Жуелин смотрится поуверенней пусть это не такой длительный розыгрыш супер зрелищный красивый но очень грамотные такие двухходовки после своей подачи очень грамотно выходит на атаку ух какое сильное вращение сейчас справа и Жуелин как всегда королева концовки вот бы в концовке партии так играла Чейн Мэйн вот в данном розыгрыше она конечно проиграла но слева то насколько уверенно было насколько сильно и плотно и такая невыразительная концовка в ее исполнении была в предыдущей партии напомню сейчас Жуелин 3-1 впереди в этом матче финальном думаю что сейчас предельно сконцентрированный будет Жуелин хочет уже довести этот матч до конца победного уже не будет отпускать свою соперницу так так далеко и не позволит отрываться в счете в большей степени Чейн Мэйн сама виновата что сейчас она проигрывает 1-3 две первых партии были в общем-то невыразительные с ее стороны Жуелин играла грамотно но тоже не предприняла ничего такого особенного для того чтобы одержать победу в начале матча там все Чейн Мэйн делала сама сама же выигрывала сама же проигрывала снова ошибка слева ну как же так не подправить уже к пятой партии 1-5 проигрывает если хочет бороться нужно срочно что-то менять в своей игре снова ошибка в средней зоне уже практически наотмашь видно что сейчас напирает на нее Жуелин по темпу Чейн Мэйн немножко не успевает стоит ей убежать в среднюю зону как все сразу ошибка слева она этот мяч поддержать не может только наотмашь 1-7 думаю такого преимущества более чем достаточно для того чтобы одержать победу в этом матче и чтобы в статистике количество побед перевалило в сторону Жуелин 8-1 думаю Чейн Мэйн уже и борьбу то бросила просто доигрывает отбывает свое время на площадке понятно что финал этого турнира для нее уже предрешен Жуелин своего не отпустит ведь даже такие казалось бы выигрышные мячи она спасает там и уворачивалась да немножко там ошиблась на подходе к столу но тем не менее на все мячи реагирует на все мячи успевает Жуелин сейчас нужно в концовке брать свою подачу конечно тайм-аутов нет ни у одной ни у другой что она в общем сразу делает не замедлила худ событий в этом матче 4.9 вялотекущая концовка но понятно в какую сторону все сегодня повернется ошибаться на приеме подачи совершенно не обязательно сейчас можно и задергаться так занервничать 9.5 в общем-то такой счет уже более опасный нежели 8.2 ну давай какую-нибудь домашнюю заготовку вот она подача топ-спин и даже не в проигрышный левый угол казалось бы но ошиблась слева Чуньмэнь здесь уже игра на публику хоть каким-то моментом порадовать немногочисленного одного болельщика который хлопал за Чуньмэй на протяжении всего матча и 4.1 Жуилин уверенно побеждает в финальном матче трофей 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 два журина львы м м Продолжение следует...